салим кэрл кун вот наша любимая абадаби плаза казахстан tower я иду на работу у меня вот тут три объекта в одном месте две квартиры в одном здании и там через дорогу короче стоматологический кабинет все рядом все компактно все автономно в одном месте все удобно еще у меня бригада есть свободная одна такскому надо небольшой объект квартиру там допустим двухкомнатную ли чем такое вот то можно это позвонить меня и заказать все на месте стоит абу-даби плаза наша любимая и моя любимая пекин пелос все дела прямо астана строится но я такую тему слышал у меня сказали люди знающие ответственное что типа запретили строить ну выдавать разрешение запретили на посылку новых домов новых проектов потом почему то есть который допустим вот уже проект утвержденный место уже выделено да то там будут стоить доделывать да вот это все выходу много на много лет работы а новые дома новые проекты которые сейчас подаются их не будут утрезать почему ну что не хватает мощностей электроэнергии и воды по моему вот как то так не сказали там чайки плавают ну тут воды еще мало потому что это что ничего не расставило алина будет ждать люди гуляют сидят на лавочка вон там такой скверик небольшой все такое вот что я хотел сказать люди посреди маканы к концерт вот вел анти листа вот вон теле концерт я то снимать просто обалдел офигел получил такое наслаждение вот такое вот культурное культурный шок скажем так и мне еще пишут все сходи еще на концерт скоро будет там группа мезу по моему мезу да за или мезу или мезу типа сходи посмотри я такой ну надо бы сходить как бы надо бы сходить да господи сейчас вот а время особо нету как ходить и что денег немного и вот мне подписчики послали денег я купил билет вот видите так по работе называют да тимур здорово я уже подхожу к тебе прямо это все скоро зайду через минут 10 окей и вот послали мне денег я купил билет группа мезу лайф из астана вот живой концерт будет юбилейный концерт с оркестром я все видео сниму и вам покажу водом мне конечно неудобно но как бы вроде денег я бы наскреб как-то это все равно ну вот послали вот чисто из уважения схожу потому что нельзя это вот даже мне опять же вспомним я пошел на концерт вилан билан сельный а меня на футбол звали я и не могу и не по на флопаде блужем подпаду больше мне подарили билеты на концерт как и не пойду же подарок как бы да нельзя не ходить поэтому вот я пошел в концерте ничего не позволил футболе то был недавно вроде как ну хотя хотелось бы посетить игру сборную дании ну что теперь надо выбирать что-то одно вот это же на квартал район by группа строила вот но такие хорошие как бы в новости такие добрые и мирные за горизонтом событий опять позавчера произошло такое петербурге на короче университетской набережной это васильевский остров в кафе которая пригожен принадлежит взорвали военкора такой татарский фамилия владвен татарскими фамилия это его псевдоним это такой злобный скотт вот он смотрите ему подарили статуэтку всего изображением и она взорвалась его в руках ему короче голову снесло ну жизнь человеческая бесценна но в данном случае мне не жалко ладно не меня судить просто я нисколько не сожалею каждый нашел то что нужно ему лично то что он хотел он когда вот был на послании этого не человека как бы да в кремле он прямо в кремле говорит на камеру все вы как мы хотим мы всех убьем всех ограбим все будет как вот он говорит про европу знаете человек кремле говорит такие вещи это видео гуляет везде можно найти его прямо спокойно говорит в кремле там золотые потолки колонны там до москва центр государственный кремль там сидит правительство все дела вот это все и он там ходит спокойно и говорит всех убьем всех ограбим и все хорошо нам зато ничего не будет а кто он такой он грабитель к россии он значит с чуваками за слив сберка что там у себя в детом донецкой области и там украли что-то тысячи полторы евро там там 300 долларов идет там тысяч 20 гривен по моему и дали там лет по 18 12 большой срок дали то есть грабитель это знаете вот этот вот я возьму фамилию максим куда фоменко стали не помню не суть и вот и когда освободители вот это освободили эту зону где он сидел то он пошел в ополчение там их не местная ну вот у бандитские организации и туда его понесло кстати дать человеку бандиту пистолеты и свободу действий что он был делать вот у него такого пузико появилась потом вот он ходил там на приемы в кремль вы вообще в соке просто до сих пор но не до сих пор и коза раз поражаюсь когда же днище ты достигнет все это дело никак не достигает то есть эти бандиты которые грабили касс а чё я удивляюсь а кто такой был джуга свились помните экспроприатор да назывался по революционному а на самом деле бандит грабил банки дал деньги борщевикам ну долю отстегивал им до чтобы него не трогали типа давала на революционное движение деньги борщевикам а кто такие были там катовский так далее ради революционные типа командиры они были такие же бандиты вот кто такие моторолы гиви это вот такие же бандюги вот этот моторолом мойщик машин был чему потом кто там у них захарченко сюда был он ммм акциями панчу то есть вот они там все чмошники бандиты ну понимаете мойщики машин продавцы ммм акций или билетов как называется и вот грабители банков вот и вот нашел на свое значит я летом там был когда приезжал прощаться с питером питер я очень люблю и там недалеко вот эту я видел значит ну памятную стеллу такую из гранита там написано в этом с этими словами с этого места уходили вынуждены миграцию там профессора преподаватели питерских университетов туда-сюда но элита россии когда еще подумал как хорошо что они свалили а кто не успел те потом отсунулись когда беломарканале на колыме и так далее и тут я вижу такой дайте вот рекламный такой баннер как бы да я сюда есть хотел гулять по питеру есть захотел бы быть там где-то съесть бургер или что-нибудь такое шаурму какой-нибудь или шаверму что-нибудь подобное донор короче какой-нибудь туда вижу такой баннер значит и на баннере написано я не помню дословно но смысл такой что а это как бы баннер с этого кафе вот где вот этого татарского взорвали на баннере написано бургер там что-то слезы байдена ну байдена президента америке кола там какая-то санкционная вот такие блюда название которых троллят якобы вот эти санкции там еще такую америку то есть вот из буквы в этом z z везде эту клуб нет уж спасибо я лучик как-то это в другое местечко пообедаю как вот и стал заходить туда и короче и прошел мимо я не знал что это кафе так чё за кафе такую ну а там оказывается были сборились вот этих вот ватников всяких там z патриотов и так далее хотя надо было зайти посмотреть то что там не творится хотя нет противно просто не зашел ну вот вот такая тема вот такая тема и что же нам говорят еще значит такой дугин есть профессор переду генри ну да и знаете что ты вот сейчас ходил найти скриншот это сделал смысл такой вот этот профессор дугин он такой фашист националист вот он идеологии фашизма национализма этого русского русской идеи как бы да вот это вот он ее рассказывал там эти всем правителям нашим но не буду быть фамилии вот этим сами знаете кому пришел могут этому не человеку и так далее он дуку борода ты его дайте чисто такой русский такой вот эти который погромы делали еврейские такие бородатые черносотинцы вот он такой вид у него черносотинский и вот он говорит что тем кто радуется или там допустим говорит какие-то вещи нехорошие я по смыслу говорю они по они точно тут не дословно нет не цитирую кто радуется смерти там или там допустим вот негативу не проявляет как бы до негатив в отношении вот этого всего до происходящего там смерти вот этого татарского и так далее то пусть не готовы готовятся быть не живыми то есть нельзя оставлять а пусть они готовы пусть они будут готовы заплатить за это своей жизни вот такой смысл это почти дословно пусть те кто радуется всему вот этому то есть неудачам нам там на спецоперации смерти вот эти вот не людей типа татарского пусть они будут готовы заплатить за это своей жизнью эти вот до чего за слова вот сразу же мнению людей могут быть да а тут вот пожалуйста заплатить свою жизнь вот я это же как бы говорю безоценночно просто рассказываю новости из-за горизонта событий вот как бы так вот про девочку эту которая нарисовала антивоенный рисунок вот кстати меня рисует в школе учили миру мир там допустим бога нет и так далее то есть верить можно там ну или себя ради бога ну папам обращаясь это не тебя разводят на бабки подают тебе свечки благодать тебя впаривают так далее вот игру про нашу по российскую действительность вот и бога нет миру мир это в школе не били в голову из бы не было войны и так далее вот девочка нарисовала миру мир плакат ее отца за это посадили а ее сама сдали в приют знаете и это они жили без матери мать это в деревне жила работал работал где-то охранился ну то есть такая маргинальная видать личность и что все-таки и правозащитники там волонтеры всякие там к ней нашли ее ну как я знаю как мне рассказали подсимали дом туда сладом ради как выделили какие-то деньги там ее на содержание ребенка ну девочки и как бы она заберет ее с приюта и волонтеры будут следить что все было хорошо там ну как-то финансировать может быть помогать там с вещами деньгами продуктам как-то так возьмут возьмут под опеку эту девочку вот такая тема вот такая тема ханшатерпнуть устроиться ремонтируется дубра грязь но это же все рабочий беспорядок скажем так ладно сам был нас дар до star увидимся услышимся вот тоже часть старой остановки вот этот садовый домик за строители тусуются все все равно под сноска года ну все кабака увидимся услышимся